На чём каталось начальство ОКТ? И на чём катается сейчас? February 03, 2015-18-23 Оригинал взят у Oleska 100 На чём каталось начальство ОКТ? И на чём катается сейчас? Доброго времени суток, уважаемые читатели! Как-то давал себе обещание в том, чтобы написать сюда историю великих дизель-поездов, которые время от времени появлялись на родной Октябрьской магистрали. Нет, это довольно необычный дизель-поезда, как может вам показаться. А расскажу я именно про начальственные машины, на которых может кататься кто угодно из высших шишек, начиная от главного инженера дороги и заканчивая главным начальником ОШТ. Я поставил себе вот такую цель, если засниму на видео проезжающую Д1-587, то и выложу этот отчёт, так как остальные уже были засняты. Но планы мгновенно изменились и я решаю дать жизни тому отчёту прямо сейчас. Этот уникальный подвижной состав начал очень меня интересовать с того момента, когда я заснял свою первую Д1. Но сначала расскажу о том, когда ещё не снимал и не видел ни одну из них своими глазами. Как-то узнал я про то, что бывает заезжают в Москву такие уникальности. Конечно, основная их приписка в Санкт-Петербурге и заснять там их можно гораздо чаще, чем в Москве. Я всячески интересовался ими, смотрел фотографии в железнодорожных галереях и Яндекс.фотках и постоянно удивлялся, какая же красота, а что ведь там внутри может быть. Начиная от мягких диванов и кресел и заканчивая душем, об этом интерьере мы поговорим чуть позже. Однажды, Николай, известный как «Скреноид», выложил на YouTube поездку в ЧС-2008 «Скоростная лаборатория», в которой по встречному пути была одна из Д1. Я уж тогда подумал, что это Д1-720, которая справа на заглавной фотке, и что её от Капиталили перекрасили в этот цвет, очень похожий на ЧС-2008. К тому же сбоку написали «Октябрьская дирекция инфраструктуры». Кадр из видео. И в то время я уже подумал, что больше никогда не заснимут ту прежнюю Д1-720, которая когда-то была в своём красивом окрасе. Во время одной из поездок с моим знакомым Кириллом снимать поезда в Москве по пути мы видели именно эту Д1, но возможности заснять её не было, так как она нас пропускала. Как-то я выходил за дополнительными поездами в один из выходных дней. Я тогда только школу закончил. Этот же Кирилл поведал мне о стоящем ЧС-2001-0 в Решетниково. Я тогда заснял четыре поезда. Попался любимый ЧС-2001-0, ЧС-6 и ЧС-2 ТФПД плюс ИП-2К. Чуть позже мне позвонил Антон, который тут же уговорил меня поехать на БМА. А потом и уговорил прокатиться до Манихина 1 по БМА и оттуда до Москвы, а с Москвы домой до Клина. Я поначалу отнекивался, но всё же поехал и не зря. Сейчас я расскажу как был вознаграждён за это. От Манихина 1 до Москвы, МЖД, мы ехали на Р-2263, которая мне никак не хотела попадаться, но всё же попилась в конце 2014 на видео, но не в этом суть. А обратно домой мы шли пешком до платформы Рижская, где останавливаются электрички. Рижских у нас две штуки, одна проходит рядом с МЖД и по ней ходят Сапсоны и поезда дальнего следования, а по второй – только электрички. Сидя на скамейку Антон крикнул, «Олег, Д-1!». Я резко встал и посмотрел, в сторону Ленинградского вокзала действительно летела Дежка. Еле открыв сумку и достав свой цифровик я начал снимать видео. Успел. Д-1 720, платформа Рижская, 22 июля 2013 года. У Антона вышло вот такое фото, думаю он не против, что я взял это с его Яндекс.фоток. И в тот момент я был очень счастлив, что эта Д-1 еще ходит и она не была перекрашена, а та, про которую я рассказывал выше, дирекция инфраструктуры, совсем другая. Позже прибыла наша электричка, на которой мы поехали до Клина. Местами в голове проходила мысль, а что, если она вернется по удалению за нашей электричкой? По приезду мы пошли по путям, как мне удобнее идти домой и появился прожектор со стороны Москвы. И что вы думаете? Она возвращается, и уже не одна, а с вагоном. Д-1 720 с служебным вагоном, станция Клин, 22 июля 2013 года. Кликте вью. Здесь еще и погудело неплохо. Антон снимал с противоположной стороны видео, а я опасался, что перекроют электричкой, которая шла на Москву. Именно с этого дня меня очень заинтересовали все членовозы, которые могут у нас проехать. Получается, что уже есть два дизель-поезда. Какой тогда номер у того, окрашенного почти как ЧС-2008? Начал искать в трейнпексе и наткнулся на Д-1 723. Так вот же она, которую снимал Николай из кабины и которую мы видели с Кириллом Всходни. Кстати, позже ее в тот день заснял один фотограф, проезжала в сторону Москвы. А позже нашел и еще одну Д-1 с номером 587. Она была также окрашена очень необычно. Окрас был похожим на ЧС-2004. Так как мне выше заснятый Д-1 720 больше не попадался, то переносу его историю из трейнпекса. Построен в 1984 году. Приписан к депо Ч-14 Санкт-Петербург-Варшавский. С постройки поступил в депо Новгород. В 2001 году вагоны 1 и 3 модернизированы на Великолупском ЛРЗ с установкой дизеля М773А Петербургского завода звезды гидропередачи Калужского МЗ ГДП-750-201. Присвоен индекс Д-1 М720, на вагоны не наносился. После модернизации передан в депо СПБ Варшавский для использования в качестве служебного. Естественно я задавался вопросом, неужели все три поезда принадлежат одному человеку? Отвечу на этот вопрос ниже. После этого у меня появилось две цели, заснять Д-1 723 и Д-1 587 проезжающими на видео. Через два месяца, когда я учился только второй месяц на первом году обучения в своем УЗИ, по прибытии на Ленинградский вокзал я увидел стоящую Д-1 587. Не раздумывая пошел и заснял ее на телефон. Фотки где-то были, но телефон уже мертв, поэтому видео стоящего дизеля на станции. Д-1 587, станция Москва-Пассажирская-Октябрьская, Ленинградский вокзал, 25 октября 2013 года. Click to view. Хотя все-таки одна фотка сохранилась у меня в Твиттере. Уже выцвела, а когда-то были полосы по бокам от герба, ныне еле заметные. Во время очередной поездки на учебу спустя полтора месяца вроде бы этот дизель-поезд снова появился и в один из дней я взял с собой фотоаппарат, и не зря. У платформы на Ленинградском вокзале стояла эта самая Д-1 587, с красным VIP вагоном. Д-1 587, станция Москва-Пассажирская-Октябрьская, 16 декабря 2013 года. Так как здесь фотографий довольно много, то информация о нем будет под каждой фотографией. Построен в 1976 году. Основной упор на светоотражающие полосы. Рисунок 13. Приписан, как и Д-1 720 КЧ-14 и Санкт-Петербург-Варшавский. КР-2 Великолугский ЛРЗ-12. 2000 граммов. Вагон 587-2 списан с 27 января 2013 года. И его кабина. Сфоткана снаружи, однако все спрашивали, а как ты в кабину-то попал? Ну а что, в кабине никого не было, почему бы не сфоткать? Вот так здесь все выглядит, скоростемер даже почему-то со стороны помощника. Есть еще какой-то электрический, на пульте. Внутри я никого не разглядел, разве что уборщицу, которая протирала окна. Ну и короткое видео. Естественно, такому событию я был очень рад. Кликта Вью. Вот так она мне и попадалась всегда стоящая на одном месте. Когда я ехал домой на электричке, в один из тех зимних дней мне даже позвонил знакомый и сказал, что она едет в Москву. А у меня естественно ни камеры, ничего с собой тогда не было. Пришлось проводить взглядом. Следующим удачным днем стало 15 января 2014 года. Нам с Антоном надо было ко второй паре и мы ехали на одной электричке. По пути, знакомый, который ехал к первой паре, обтравил мне две фотки. На одной была изображена ДТ-101-1, еще один дизель-поезд, но может передвигаться и на электротяге. О нем поговорим попозже. И на другой что-то странное с символом ПИ-ДИ. Сбоку. Я сразу узнал ДР-1Б, которую тоже много кто снимал в Питере. В Хаврино мы видели стоящую на боковых путях ДТ-101-1. Так как я ее снимал неоднократно, мне было важнее чтобы была ДР-1Б По прибытии на Ленинградский вокзал смотрим на то место, где я снимал Д-1-587, не на перроне И видим там ДР-1Б, а в тупике снова 587-ю Д-шку Вот это сюрприз, прям сход начальников Будем фоткать на телефон 587-я стояла прицепленная к путезимерительному комплексу Д-1-587, станция Москва-Пассажирская-Октябрьская, Ленинградский вокзал, 15 января 2014 года Рисунок 19 Да, какая же красотища А теперь мой первый ДР-1Б в коллекции ДР-1Б-1515, станция Москва-Пассажирская-Октябрьская, 15 января 2014 года В ее кабине никого не было, мы хотели сфоткать без подозрений ее с другой стороны, поэтому обошли Этот дизель-поезд новый, даже видно Построен в 2011 году С завода поступил в ТЧ-10 Санкт-Петербург-Московская, металлострой Обойдя, мы сфоткали его с другой стороны Сбоку чем-то Э-4МКУ напоминает, если не смотреть на голову Как гласит Трейнпекс, это ДР-1Б принадлежит начальнику дороги, а Д-1-720 тогда чей? Это я поясню, опять же ниже Вот видите, снова 587-я попилась мне стоящая Итак, почти каждый месяц приезжало начальство на одной и той же Д-1 Я не был никак против, но мне стало интересно Где моя самая первая Д-1-720? Д-1-587, станция Москва-Пассажирская-Октябрьская, Ленинградский вокзал 15 января 2014 года Герк Министерства путей сообщения на Д-1-587 После отснятия этого материала ничего необычного не происходило Разве что пару раз до Т-1-0-1-1 еще приезжало В следующий раз нам крупно повезло почти через месяц С Антоном мы собрались ехать в Волоколамск А автобус до Новопетровска внезапно отменили Перевозчик нашелся только потом Им стал И. Пуханов И мы приняли решение ехать в Москву Поснимали на Савелке Зашли на Мождь и потом обратно дошли до ПЛ Петровско-Разумовская Где и произошел очередной Нештан Отправился электропоезд Экспресс-2-0-1-3 в сторону Москвы За ним сразу показался странный прожектор посередине Я подумал, что это ЧС-6 Но был удивлен ДТ-1-0-1-1 с начальством в кабине ДТ-1-0-1-1 Платформа Петровско-Разумовская 1 февраля 2014 года На момент съемки это было четвертое мое видео с ней И это кстати третий вариант покраски Все варианты переснимал Менялось только место нанесения серии и номера дизеля электропоезда Кстати, сегодня ведь равно год спустя этого события Далее прошел электропоезд в сторону Твери А за ним через 10 минут появилось нечто необычное с прожектором сверху Издалека мне напомнило ЧС-7 Так как была кривая, то не разглядеть И внезапно вылетает Д-1-723 Октябрьская дирекция инфраструктуры Д-1-723 со служебным вагоном Платформа Петровско-Разумовская 1 февраля 2014 года Вот оно, вот оно счастье Наконец-то я заснял ее на видео Тогда я оказался в плюсе У меня были запечатлены уже все начальственные Д-1 на ОКТ Только 587 никак не попадалось Чтобы именно она проезжала Далее прибыл наш ускоренный электропоезд и по пути В Повароводен я заметил что-то синее на боковом пути И решил выйти и посмотреть из тамбура Что же там? И что вы думаете? Она пропускала нашу электричку Прожектор был уже включен Готовилась к отправлению Было очевидно, что она пойдет как раз за нами Как только мы приехали По громкой связи тут же объявили о ее проследовании Появился прожектор и я побежал Чтобы выбрать более-менее подходящее место Д-1-723 со служебным вагоном Станция Клин 1 февраля 2014 года И погудели здесь побольше Молодцы ребятки и Дизель тоже Позже мы приняли решение с Антоном дождаться ДТ-1-0-1-1 обратно Ведь она тоже должна пройти Ждали за Невским экспрессом Но ее так и не было Прибыл ТМ-2 резервом на четвертый путь А позже и она появилась ДТ-1-0-1-1 Перегон подсолнечное Клин 1 февраля